Привет всем добрым людям! С вами Елена на своем канале Мой Сад воплощение мечты. Садовые радости продолжают радовать, на то они и радости, но все мысли уже на следующий сезон, на создание красоты, на сохранение красоты. И сегодня я буду сажать крокусы и другие мелколуковичные, но в основном крокусы, потому что всякие мускури, пушкари, сылы, хионодоксы растут в моем саду, я их не трогала, рябчики в том числе. Я их не трогала и они так и остались в земле. Вот хочу вам похвастаться, что я докупила для своего сада из мелколуковичных. Как я уже сказала, что это в основном крокусы. Вот такие, сейчас еще секунду, в такой вот коробочке, ящичке у меня хранятся все мои карточки цветочные. И вот такие вот у меня есть хионодоксы в саду. Кто с весны со мной или с прошлого года даже, знают, такие цветы я показывала. Такая сцилла у меня есть. Вот. Что тут еще? А, кстати, хотела вам показать. Вот такой должен был быть мой белый георгин. Ну, случился белый. Хотела вот такой. Ну, буду еще искать такой. Очень нравится цвет. Вообще, удобно вот так вот хранить все эти карточки. Ничего не забывается, не теряется. Без карточки роз. Вот я в прошлом видео вам показывала аниме розочку. Вот какая она должна была быть яркая. У меня она не такая яркая. Увы. Ну, посмотрим, что еще получится. Первое цветение, как я говорила, это не показатель. Вот, крокусы. Вот такие крокусы у меня выкопаны уже. Вот здесь. Это летом я их выкапывала. Блю перл. Очень мне они понравились. Они хорошо разрослись. Так что я их рассажу по саду в нескольких местах. И здесь у меня тоже выкопаны, это крупноцветковые крокусы. В общем-то, здесь смесь. Вот такие крупные луковички. Они мне больше всего нравятся, как цветут. Из одной луковички несколько цветочков получается. Они яркие, крупные. Вот. У меня тут тоже много выросло. Так что тоже сейчас ими займусь. Ну, и сейчас похвастаюсь, что докупила. Вот такой вот очень необычный. Я такого не видела крокуса. Вот такой крокус. Золотистый адванс. Продвинутый. Десять штучек. Десять штучек, в принципе, с этим не очень крупные луковики. Десять штучек для одной посадки, в общем-то, хорошо. Когда там по одному-два крокуса, это, конечно, неинтересно. Такие растения должны быть группами. Тогда это будет хорошо. Вот такие. Это я вот эти крокусы покупала в Костораме. В Костораме уже купила вот такие еще крокусы. Рубиновый гигант. Это уже такие крупные луковички. Достаточно крупные. По пять штучек в упаковке. Две упаковки я купила. В Леруа Мерлен я купила вот такие крокусы. Вот на цветковую смесь. Здесь 25 луковиц. Это, в общем-то, такие же, как вот эти вот мои крупные. То, что я вам показывала. Очень я ими довольна. 25 штук. Что-то что-то очень недорого я их покупала. Это в Леруа. И вчера еще в Верном. У нас вот рядом есть универсант Верный. Я купила 10 вот таких вот луковичек. Сорт Пиквик называется. Тоже в смеси они есть. У меня такие выросли. И я была ими очень довольна. Красота. Ну, я думаю, достаточно мне крокусов для моего сада. Так что я сейчас займусь посадкой. Посадкой. И для этого я еще купила вот такой вот пакетик с удобрениями. Не пробовала ни разу. Рекомендовать не буду. Это будет испытание. Эксперимент. Хотя Герой я пользовалась, не помню уже чем. Но вот этой фирмой пользовалась и осталась довольна. Ну, по крайней мере, без нареканий. Наконец-то я купила себе такую сажалку. Давно-давно у меня в мамином саду она была. Ну, вот сейчас я купила новую. В Косторане на распродаже. Полная цена у нее была 400 рублей. Я купила за 120. Очень такая она. легкая, то есть не тугая. Там были и подешевле, но очень тугая была вот эта вот штучка. Ну что ж, испытаем. Сейчас покажу. И палку-сажалку я купила тоже, наконец-то. Тоже давно хотела. Для чеснока, для лука. Кстати, по поводу лука, чеснока, тюльпанов, гиацинтов. Им еще рановато. Очень верная примета – это лягушки. Если лягушки по саду скачут, а у меня в этом году они скачут, наконец-то вернулись земноводные мой сад. Потому что первый год, когда я полностью убрала все сорняки, все сныть, малину, то есть расчистила участок, лягушки, жабы покинули мой сад. И это было очень печально. В этом году они возвращаются. Все чаще и чаще я их встречаю на своих клумбах. И это очень-очень даже обнадеживает. Равновесие в сад возвращается. Ну что ж, для того, чтобы посадить, мне нужно в кое-каких местах освободить уже от цветов землю. И первое, что я сделаю, это я сейчас пересажу свои герани. И вам заодно и покажу. И вот это вот местечко я освободила. И сейчас вот здесь освободила. Уже брала колиусы, бегонии лично цветущие. И сейчас я выкопаю вот эти вот свои герани. И хочу их сохранить. Готовила для них горшочек. Я думаю, что там у меня 4 штучки. Я думаю, что все 4 штучки у меня как раз благополучно перезимуют в этом горшке. А весной я их рассажу. И все будет хорошо. Главное перезимовать. Сейчас основная задача перезимовать. Очень я надеюсь на то, что вам будет видно и слышно то, что я тут делаю. Корневая система у гераний небольшая. Поэтому можно делать это все очень смело. Подрублю, чтобы ничего тут другое не заделось. И выкопаю. Вот такой замечательный кустик у меня получился. Сейчас я все лишнее с него срежу. И следующий. Вот еще один. Здесь не нужен никакой ком земляной. Потому что пока будет восстанавливаться корневая система, пройдет время. А нам это и нужно. Чтобы прошло время. Все чудесно. У нас чудесно. И еще один. Вот сколько я срезала. Безжалостно их обкомсав. Большую часть листьев. Конечно же цветы и бутоны. И чуть-чуть я подрезала корешки. Теперь я их высажу вот в этот горшочек. Здесь уже подготовлено. Здесь насыпана просто садовая земля в смеси с торфом. А засыпать я буду их грунтом компасана. Конечно идеально было бы, если бы все было бы компасаной. Но жирно будет. В компасане есть ингредиент, который стимулирует развитие корней. Так что все в порядке. Не написано какой секретный. Вот такой грунт. Это универсальный грунт для комнатных растений. Так что сейчас я все это сделаю. Сейчас я их распределю по горшочку. И вот так вот. И буду засыпать, засыпать, уплотнять. И потом полью. Ну вот, готово. Красивое растение в красивом горшке. Это уже пойдет домой на подоконник. И эта герань теперь 99% у меня будет сохранена для следующего года. Есть у меня еще две посадки герани. Сейчас я вам покажу, что я планирую с ними сделать. Но сначала я вычеркну один из пунктов своего плана. Герань пересажена. Как работать с планами? Скорее всего, буду снимать видео. Видео зимой, когда уже в саду не будет работ. Я вам поделюсь секретами, как сделать планирование эффективным и действительно работающим. Ну а на место герани я посажу вот эти крокусы. И сейчас мы это сделаем. Но сначала покажу вам те герани, которые у меня еще есть. И что я хочу, расскажу, что я хочу с ними сделать. Вот этот знакомый вам дуэт. Красный с белым. Он у меня в приличном ведерке в таком, в моем стиле. Так что все вот прямо вот так вот пойдет на подоконник в компанию со свежепересаженной геранью. И вот здесь вот в уголочке у меня еще в большом ведре растет два сорта гераний пеларгоний. Вот точно такая же, как я сажала. И русский размер от русского огорода. От русского размера от русского огорода я не в восторге. Но тем не менее, в качестве эксперимента, это будет экспериментальное сохранение гераний на зиму. В общем-то, люди так делают. И я узнала об этом способе на канале Моя Надежда. Надя хранит их в погребе в пакете, в подвешенном виде. Так что вот эти вот я попробую сохранить так. Пока не рекомендую, потому что сама ни разу не пробовала. Так что попробуем и посмотрим, что получится у нас из этого. Вот такие вот у меня три способа. Ну, можно сказать, два. Один на подоконнике, второй в погребе. Есть еще вариант, можно было бы в горшке поставить в погребе. Но этот эксперимент я оставлю для следующего года. Итак, место свободно. Место достаточно плодородное. Здесь почва, было много органики внесено. И неоднократно. Так что сейчас мне нужно просто его разрыхлить. Выровнять. Сейчас я еще добавлю сюда горстку вот этих вот удобрений. Вот я рассыпала на разрыхленную почву пару щепоток вот этого удобрения для луковичных от Гера. Сейчас я их также заделаю в почву. Дополнительно еще порослив. Очень много здесь червей. А это говорит о том, что земля здесь богата органикой. Ну, оно и видно. Слишком близко к розе я не буду их сажать. Потому что я уже столкнулась с тем, что когда роза или ну, или что-то другое растение какое-то укрытое, его еще рано раскрывать. А луковичные уже лезут. И получаются такие желтые, так называемые, этиолированные ростки. Это некрасиво. Они вытягиваются. В общем, ничего хорошего. Так что совсем близко к розе я сажать не буду. То есть с расчетом на то, что здесь будет укрытие. Так. Ну и теперь уже ставший традиционным способом это разбрасывание луковичек вместе их посадкой. Вот сейчас как они у меня упадут, так я их и посажу. Ну вот как-то так они у меня рассыпались. И вот так вот я их сейчас и посажу. Сделаю отверстие палкой-копалкой. И донцем вниз посажу стандартно все. Три высоты луковички от донышка. Донышко это вот это место у луковицы. Откуда пойдет корешок. А это вот верх росточек. То есть над луковкой еще должно быть две высоты луковки. Это стандарт. Единственный раз, когда я нарушала этот стандарт и не пожалела, это при посадке гладиолусов. Но я вам рассказывала. Глубокая посадка гладиолусов позволила обойтись без опор. Ну что ж, все, сейчас посажу. Еще сюда я посажу свои низкорослые, наверное, вот сюда вот, низкорослые несколько луковичек, низкорослых нарциссов. Есть у меня такие. Вот здесь я посажу массив голубых маленьких крокусов. Ну, собственно, и все. То есть получается, если три высоты луковицы, то она где-то сантиметра два максимум высотой. Значит, нам нужно дырочку сделать, дырочку сделать, отверстие в почве, где-то сантиметров шесть. Вот. И туда луковку. Чуть-чуть не сильно вдавливая, чтобы под луковицей не было пустот. И вот таким вот макаром сейчас я посажу их все. Ну, утомлять этим вас не буду. Собственно говоря, ничего нового, необычного я не делаю. Еще хочется мне попробовать английский способ посадки крокусов в газон. Но для этого у меня есть крокусы, которые мне не очень понравились в прошлом году. Такие меленькие, простенькие, блекленькие. Вот на них я и проведу такой эксперимент. Кстати, да, вот просто вот этой же палочкой-копалочкой в траве делаются отверстия в земле, посадочные ямки. И туда помещаются луковички. Попробую я вот так вот сделать где-нибудь. Вот там вот, где у меня бегонечка. Сейчас мы на ней. Где-нибудь вот здесь я так сделаю, где не очень ходильное место. И посмотрим, что получится у нас на следующий год. Даже интересно. Все на этом, дорогие мои. Выращивайте цветы. И будьте счастливы. Пока!